На заседании Сейма депутаты утвердили поправки к закону, предусматривающие различные меры поддержки по частичной компенсации роста затрат домашних хозяйств на теплоснабжение и отопление, которые ожидаются в предстоящем отопительном сезоне. Ни для кого не секрет, что тарифы могут значительно вырасти, и далеко не все жители страны смогут оплачивать эти сумасшедшие счета. В пятницу 12 августа для региональных СМИ была организована пресс-конференция, на которой ответственные за данные законопроект лица рассказали, что включают в себя эти принятые меры поддержки населения. На оказание помощи населению Латвии будет выделено 430 миллионов евро вместо ранее предусмотренных 350 миллионов. Субсидии для жителей будут распространяться не только на центральное отопление электроэнергии, природный газ и гаранулы, используемые для отопления, о чем был достигнут консенсус уже в июне, но также и на дрова и древесные брикеты. Согласие на выплату компенсации тем домохозяйствам, которые отапливают свое жилье при помощи дров, стало возможным лишь во многом благодаря активности и принципиальной позиции Министерства охраны среды и регионального развития. Кроме того, тем домовладельцам, которые закупили дрова еще до принятия этого решения, в период с мая по сентябрь, будет выплачиваться единовременная компенсация в размере 60 евро, даже в том случае, если они не смогут предоставить чека, подтверждающего совершение покупки. А вот с сентября уже начнет действовать общепринятый механизм компенсации. Разумеется, жители Латгали в первую очередь волнуют, как эти компенсационные механизмы проявят себя в нашем случае. При определении суммы компенсации будет применяться единая формула. Государство будет компенсировать не более 50% от суммы прироста стоимости, используемого в отоплении энергоресурса по сравнению с прошлым отопительным сезоном. Одновременно будут установлены лимиты такой поддержки. Государство компенсирует не более 50% удорожания, но не больше определенной суммы. Установлены и лимиты на объемы компенсируемого потребления. В качестве примера приведем центральное отопление. Если в городе установлен тариф в 120 евро за 1 мегаватт в час, значит от этой цифры нужно отнять 68 евро. Это сумма, которой не будет применяться механизм компенсации. А затем оставшуюся разделить пополам. Получается, что государство готово будет оказать городу поддержку в размере 26 евро за 1 мегаватт в час. Таким образом, тариф в конкретном населенном пункте заставит 94 евро, который будет применяться для жителей, подключенных к центральному отоплению. Государственная компенсация будет включена в счет, как это было сделано в прошлом отопительном сезоне. При отоплении газом компенсация будет применяться при потреблении свыше 221 кВт в час в месяц или 21 кубометра в месяц. С учетом того, что примерная разница между ценой природного газа в предыдущем и следующем отопительном сезоне составляет 70 евро, предусмотрена компенсация 50% прироста, а именно 35 евро за мегаватт в час, но это без учета налога на добавленную стоимость. Учитывая, что регулируемый тариф для домохозяйств уже значительно вырос с 1 июля, планируется продлить применение снижения платы за потребление за период в 3 месяца. Таким образом, компенсация составит 3 цента за кВт в час и будет выровнена на продленный период оказания поддержки с 1 июля этого года до 30 апреля 2023 года. Поддержку планируется применять автоматически в счетах, и она охватит почти 65 тысяч домашних хозяйств. Что касается компенсации тем, кто отапливается с помощью дров, брикетов и гранул, сообщаем, что начиная с 1 октября вам нужно будет написать заявление в своем самоуправлении на предоставление этого вида государственной поддержки. Можно будет также воспользоваться порталом epacalpoime.lv, но также не ранее 1 октября. На данный момент еще предстоит разработать механизм приема заявлений, их обработки и выплат. Эти вопросы предстоит решить в ближайшее время Министерством и самоуправлением. И как только появится информация, мы обязательно сообщим ее нашим зрителям. Следите за новостями на телеканале ЛРТ+. Два года назад специалисты Министерства образования и науки констатировали в рамках проводимого исследования, что каждый десятый молодой человек в возрасте до 29 лет в Латвии не работает и не учится. Конечно, тому причиной стала пандемия COVID-19. Однако новые данные Евростат показывают, что и сегодня ситуация не сильно улучшилась. В связи с этим социальная компания Visas ESPS приглашает молодых людей по всей Латвии, интересующихся обработкой данных, работой с клиентами или цифровым маркетингом, принять участие в бесплатном курсе дистанционного обучения в конце сентября. Европейский проект Go Remote направлен на обучение и последующее трудоустройство 150 молодых людей. Большая часть материала изучается индивидуально, а онлайн-встречи с преподавателями и другими людьми – это способ узнать, как все работает и как выполнять свою работу более эффективно. Поддержка клиентов и обработка данных будет осуществляться на латышском языке, а цифровой маркетинг, учитывая, что большинство терминов на английском языке, будет проведен, соответственно, на английском языке. Обучение совершенно бесплатное. И все же, почему молодые люди не спешат трудоустраиваться? Оказывается, проблема вовсе не в том, что нет работы, места есть, однако зарплата оставляет желать лучшего. Именно поэтому 40% молодых людей хотели бы начать собственное дело, а также очень многие молодые латвийцы вынуждены были уехать за границу. Этот показатель в нашей стране составляет 17%, в то время как средний по Европейскому Союзу – 10%. 11 августа на заседании Даугавпилской городской думы депутаты приняли решение выделить средства для двух студентов-стоматологов, которые после учебы начнут работать в нашем городе. Они будут получать стипендии от самоуправления во время учебы. Даугавпилская стоматологическая поликлиника – одно из четырех учреждений здравоохранения города, предоставляющие финансируемые государством стоматологические услуги. Несмотря на это, в Даугавпилсе все еще ощущается нехватка специалистов-стоматологов, особенно детских, поскольку к нам за этими услугами приезжают жители Латгальского региона, а молодые специалисты чаще предпочитают начинать работать в частных стоматологических клиниках. Чтобы обеспечить долгосрочную доступность детских стоматологических услуг в городе и привлечь новых специалистов, Даугавпилская городская дума поддержала инвестиции в размере 12 тысяч евро в уставной капитал стоматологической клиники. Средства пойдут на стипендии для двух студентов-стоматологов. Финансирование самоуправления для стоматологической клиники предусмотрено и в следующие годы 24 тысячи евро в 2023, 2025 и 2026 годах и 12 тысяч евро в 2027 году. Таким образом, студенты-стоматологи будут получать финансовую поддержку от самоуправления на протяжении всей учебы. Депутаты Даугавпилской городской думы подготовили особый подарок жителям города к 1 сентября. На минувшем заседании было решено в День знаний сделать проезд в городском общественном транспорте совершенно бесплатным для всего населения. Проезд будет компенсирован из бюджета самоуправления. Кроме того, управление образования напоминает, что родителям школьников пора позаботиться о проездных билетах для детей. Школы уже начали принимать заявления. Что нужно для того, чтобы ваш школьник в течение учебного года мог бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта? Необходимо написать в школе заявление, а также предоставить фотографию ребенка. За проездным билетом нужно будет обратиться непосредственно в Даугавпилс Сатексме, при этом предоставив справку о декларации места жительства именно в Даугавпилсе, справку из школы и фотографию вашего ученика. Необходимый билет будет выдан в течение недели. В Латвии началась очередная волна жары, которая, скорее всего, станет самой длинной за это лето и может продолжиться после 20 августа. И если на этой неделе ночи все еще были довольно прохладными, то уже к концу недели и в темное время суток нас ждет существенное потепление вплоть до плюс 20 градусов Цельсия. В пятницу воздух прогрелся до плюс 28 градусов, а в воскресенье нас ждет настоящая жара до плюс 30 градусов. Синоптики утверждают, что и на следующей неделе мы будем наслаждаться или же наоборот изнавать от жары. Столбики термометров в Даугавпилсе будут повышаться до плюс 28, плюс 30 градусов. Не лишним будет напомнить жителям о вреде прямых солнечных лучей. В эти жаркие летние дни старайтесь избегать длительного нахождения на улице с 11 до 16 часов, а также пользуйтесь солнцезащитными кремами и головными уборами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok